Добрый день! Такую тему мы изучим сегодня. Как тебе зовут? Давайте сначала приведем пример через диалога. Посмотрим структуру. Дело в том, что есть такой вопрос, который в принципе могли переводить как как тебе зовут, даже похож. Обратите внимание, как четко звучат гласные. На самом деле, обозначение этого вопроса это как ты себе называешься. Но будем переводить сейчас как как тебе зовут. Ответ Ещё можем добавить Ё-ме-ямо. Это более полный ответ. Я себе называю дословно. Ё-ме-ямо. Кстати, обратите внимание, что некоторых народ, например, Уругаи, они могут говорить Ё-ме-ямо. В некоторых регионах. Вопрос можно? Скажите, пожалуйста, а вот почему в испанском языке, в предложениях, я видел это в испанских газетах, в испанских журналах, Вопросительные и восклицательные предложения дублируются не только вопросительным или восклицательным знаком в конце, но ещё и перевёрнутым в начале. Да, всё верно. И в начале, и в конце. Это не только вопросительным, а ещё и восклицательным знаком. То есть, мы всегда знаем, когда начинается вопрос. Не важно, когда долго. Это удобно. Это влияние арабский и еврейский язык на нашем языке, и это исключительно на языках, которые романских групп. Луис, ещё один вопрос. Я обратил внимание в разговорах с испанцами, что они практически не употребляют местоимение Ё-я. В основном, то, что это я делаю, я говорю, я думаю, оно видно в глагольном окончании. Первого лица, единственного числа. Когда нужно употреблять всё-таки Ё? Когда что нужно подчеркнуть, что это я? Не обязательно использовать местоимение однозначно, потому что по испоряжению глаголя, соответственно, мы знаем, о каком лице говорится в данный момент. Но если мы хотим подчёркивать, что это Я или делят контраст, то есть это Я, Ё и ноту, тогда используем личное местоимение. Я называю Луис. Я называю Хайро. Я называю Хайро. Я называю Хайро. Спасибо большое. Я называю Хайро. Я ургуай вопрос к учителям мне кажется очень важно подчеркнуть для наших телезрителей вот эту разницу которая русских может запутать дело все в том что в русском языке вы это одновременно и множественное число то есть несколько человек да вы и в том числе это уважительное обращение кому-то одному а в испании насколько я заметил уважительное обращение когда ты употребляешь устет это вот как раз вы вызывает совсем даже не радость а неприятие почему так почему испанцы не любят когда к ним обращаются уважительно не всегда но это правда то что в последнее время мы очень часто переходим на ты здесь есть пример на вы все равно но в единственной и множественном числе дело в том что в латинской америка если я не ошибаюсь гораздо чаще обращение на вы на у стэд чем на ты в испании потому что например если человек незнакомый в латинской америке в колумбии например то есть мы не можем обратиться и говорит ты то есть только можно сказать вы то есть примерно более похоже на общение русского языка то есть общение здесь тогда пока сборная испании еще неизвестно приедет к нам или нет будет надеяться что приедет хотя бы на четвертьфинал но говорим латинской америки тогда никого не путаем то есть вы употребляет совершенно нормально я просто на себе действительно я понял несколько вещей я как человек очень вежливая привык общаться на вы особенно с незнакомыми у испанцев дикая обида сразу ты обращайся на они обижаются они как бы считают что ты подчеркиваешь что ты с ними не на дно и вот он тебе не друг никто ты черту ставишь стену и это действительно я заметил что это очень обидно я приучился уже здесь на ты разговаривать самого начала пусть лучше здесь считаешь невежим для того что при достаточно то есть большой разница возраст скажем так или 20-30 это нормально вращение когда у людей более-менее одно и то же возраст достаточно обычно если это неформальная обстановка конечно в компания в универе даже в университет там через два-три дня все на ты будет даже с припылователем кстати очень важный момент я знаю что коста-река будет в самаре они не смотря друг незнакомый они только общаются на вы только на вы они не используют и хайры вы и вы как известно разные да то есть вы как уважительно обращение вы как множественное число я правильно понимаю что д дон д с откуда ты или вы если это один человек вы обращаетесь уважительно а до дон д сон это когда вы спрашиваете большой группы да да совершенно верно то есть д дон д с это откуда вы бежливая форма в единственном числе д дон д сон это будет откуда вы но в множественном числе да то есть хайра если я встретил одного я спрашиваю д дон д с а если встретилась вместе с луисом то уже д дон д сон си из корректа правила вот сколько оттенков нюансов и тонкости еще и в самих латиноамериканских странах спасибо большое ну а нашим телезрителям не остается только сказать асталабиста увидимся на телеканале самарагис а